Новые видео каждый день в 8 и 11 утра. Добро пожаловать в Савенок, друзья мои! Мы с вами вернулись в бесконечное лето, мод булки кефира рок-н-ролл, и нам стоит с вами продолжить нашу историю. Небольшое лирическое отступление. Кто-то где-то решил посверлить. Вот прямо сейчас, когда я села записывать для вас ролик, кто-то решил посверлить. Но мы все с вами люди, поэтому надеюсь на ваше понимание. А мы будем продолжать. Будем делать вид, что мы ничего не слышим на фоне. Итак, ну хватит комплименты раздавать, а то зазнаюсь. Ты кушай лучше, а то остынет. Холодная еда, она вредная. Само собой. Дать остыть такому обеду было бы преступлением. Надеюсь, чавкал я не слишком громко. Мику положила подбородок на переплетенные пальцы и молча наблюдала, как я ем. Когда Славяна подкармливала меня в первый день, точнее в первую ночь, то это выглядело словно забота старшей сестры, а тут ощущалось совсем иначе. И заметьте, что у нас был рут Мику, по-моему, он так назывался, что здесь. У нас такой акцент именно идет на Мику, что с ней какие-то там будут шуримуры. Кстати, Сеня. А? А кто приходил, ты не видел? В каком смысле? А вот парик какой-то лежит, я уходила, его не было. Может, девчонки из кройки и шитья прибегались, забыли? Они там костюмы делают, я потом спрошу. Ну, сначала думала, что это кот наш, его пират зовут, он тоже черный, но потом присмотрелась, а это парик лежит. Странно, на полу возле того места, где я спал, действительно лежал черный парик с длинными волосами. Неужели не приснилось? Я ответила осторожно. Не видел. Снилось, что кто-то заходил, но никого не видел. А ты? Ну, не знаю, может, показалось. Вроде кто-то выбежал, но далеко было, а я о своем думала. Не разглядела. Пожав плечами, я еще немного посмущал Мику благодарностями и отправился в столовую. Ммм, кушать подано. Надо было вернуть посуду, а потом придумать занятия на остаток дня. Желательно найти место подальше от начальства и поближе к кухне, как говорят в армии. С желаниями надо быть поосторожнее, они ведь избываются иногда. Птички поют, ребята, красота. Столовая уже почти опустела. Пара незнакомых пионеров собирали грязную посуду в большую алюминиевую кастрюлю. Под стенкой на столике проволочной сушилки уже ждали ужина стопка чистых тарелок. Было их несколько десятков, а то и больше. Небольшая стайка девчонок обсуждали что-то в уголке. Видимо, не хотели выбираться на улицу из прохлады столовой. Кто же, интересно, там был? Я аккуратно положил поднос на стопку его собратьев, опустил посуду в мойку и собирался уже уходить, как вдруг рядом возникла знакомая ярко-рыжая пионерка. Похитительница котлет, футболистка, спринтер, девочка с саранчой. Ульянка, одним словом. Она дружелюбно подтолкнула меня локтем и громко поинтересовалась. Семка, салют, а где ты прялся? Я хотела с тобой за обедом посидеть, ну, может, котлеткой поделиться. А ты взял и пропал, и нигде тебя не видать. Я соскучилась, между прочим. С чего бы вдруг такое внимание? Интересно, что ей нужно? Я решила отшутиться. А что, не насмотрелась с утра? Ты о чем? Она очень правдоподобно изобразила удивление. Ну как же, кто-то там из кустов меня сегодня так пристально изучал. Рыжий, голубоглазый, не очень высокий. Ха-ха. Это уже смешно, ребят. Ульяна повысила голос, чтобы остальным было получше слышно и возмутилась. Не поняла. Это ты за нами подглядывал, а теперь еще и стрелки переводишь. Фу, залетная. Это когда это я за вами подглядывал? И за кем это за вами, а? Услышав наш диалог, пионеры перестали греметь посудой, а стайка девочек приблизилась, чтобы не упустить ничего интересного. Ульяна хитро огляделась и продолжила с наигранным возмущением. Вот, значит, как. За невинными девочками подглядываем, да? А потом еще и в несознанку? Я не я и корова не моя? А сам слюни пускал в кустах? Ульянка, ты не обижайся, но даже если бы я подглядывал, то не за тобой. Это что еще значит? Чего это не за мной? Женская логика, помноженная на логику детскую. Ну не хотел я ее подкалывать. Хотел развести руками, но нечаянно показал ей на грудь. Очень маленькую грудь, если на чистоту. Девчонки громко захихикали. Пионеры на раздаче покатились со смеху. Откуда-то донеслось, да и правда не на что там смотреть. Ульяне же смешным это явно не было. Голубые глаза злобно сузились. Дурак. Ооо, она всем своим небольшим весом толкнула меня и побежала к двери. Я полетел в другую сторону, под ногу попался оставленный кем-то, оставленная кем-то сосиска. Я выполнил красивый балетный пируэт и врезался в столик с посудой. Ой, божечки, ребят, как больно, наверное. Тонкие ножки стола подломились, он накренился. Сушилка с тарелками немного посомневалась, но все же решила не нарушать закон гравитации. Поехала вниз, чтобы рухнуть с края стола, ребята. Еще секунда и было бы много шума, осколков и криков поваров. Я схватил падающую сушилку в охапку, но не удержался на ногах и опрокинулся на спину, обнимая проволочную конструкцию, словно атаку. Любимую Декимакуру. В результате сушилка шатко балансировала на моем животе. Стопки тарелок с легким перестуком раскачивались, словно раздумывая, падать и биться или же не стоит. Несколько все-таки упало, но падали уже не на пол, а мне на деликатные, скажем, ноги. Как повезло тарелкам, как не повезло моей одежде. Ох, ребята. Звона было много, грохта тоже, но посуда уцелела. В поле зрения вплыли стройные ножки в белых гольфах. Кверху они сходились. Я торопливо отвел взгляд в сторону и почувствовал, что наливаясь румянцем. Нарисованный на трусиках Ульяны Зайчик смотрел на меня с немым укором, как бы говоря, куда это вы пялитесь, Семен Семенович? Стыдно. Интересно, зачем она вернулась? Остатки воды с тарелок тонкими ручейками стекали мне на пол. А по мне на пол. Спина быстро промокла. Отвратительное ощущение. Ладно, хоть не грязная посуда, а то был весь в борще. Дышать было тяжеловато, но выбраться одному нечего было и думать. Одно движение и посуда превратилась бы в гору осколков. Откуда-то сверху в районе, где ранее был замечен Зайчик, меня боязливо спросили. Ээээ, Сеня, ты как там, жив? Я постарался сделать самое суворое лицо, на какое был вообще способен. Жив-жив. Давай помогай, хулиганье мелкое. Ну не ругайся. Я нечаянно. За нечаянно бьют отчаянно. Сними с меня этот сервиз, наконец-то дышать нечем. А потом я тебя отшлепаю. Больно. Ой. Ульянка поняла, что нашкодила опасливо глянула на меня, но присела рядом и начала снимать с меня посудные завалии. Ну и еще чего, это не наш метод. Бить детей не пить догогично. Зато дешево, надежно и практично. Выкапывай меня давай. И под юбку мне не пырся. Не беспокойся, мне так все равно ничего не видно. Собрал я. Да. Она бесцеремонно подняла тарелку, которая лежала у меня на самом интересном месте. Сделала вид, что изучает мою среднюю часть. Ладно, верю. Наверное, и правда не видел. А хотел бы? Хо-хо-хо, ребята, какие темы. Я не мог больше сдерживать смех. Уля, хватит пошлить. Быстро посуду собирай, то кто-то из вожатых увидит. И будем опять всю столовую мыть. О-о-о, ребята. Непременно будете. Рядом с белыми гольфами возникла еще одна пара ног побольше в розовых босоножках. О-о-о, кажется, эти босоножки я видела у себя в домике у входа. Ну да, так и есть. Ольга Дмитриевна огляделась, затем приняла нас воспитывать. О-о-о, так-так-так, ну и что тут у нас? Ульяна и Семен, да? Скажите, вы вообще можете в столовую зайти, чтобы все не разнести? Или это у вас спорт такой? С соцсоревнования? Или решили, что именно сегодня необходимо добить все тарелки? Ну, кто виноват, я и так знаю. Остается решить вопрос, что делать. Наконец-то меня откопали достаточно, чтобы можно было встать. Ольга сидела на стуле рядом с нами. Ульяна, грустно сопя, приняла вид очень расстроенного ребенка и деловито складывала тарелки. Я молча обтекал, машинально обнимая сушилку. Слушайте сюда, товарищи пионеры. Я разобралась как следует и сейчас накажу, кого попало. Ульяна отправляется на очистку картошки и поможет мыть посуду. Пальцы ты не отрежешь себе? Ой. Обижаете? Я дома всегда готовлю с мамой. Но это не честно. Он... он сказал... Что сказал? Ничего. Тогда на картошку. Все по-честному. Семен, иди переоденься, я тебе футболку дам и с отрядом на пляж. Завтра пристрою тебя к делу. А то ты сегодня какой-то целый... где-то целый день пропадал. Сил смотрю много. Я не пропадал, я делом занимался. В москружке кто-то матрасов навалил, я помогал Мику расчистить помещение. Заходила я в москружок и видела это твое дело. Спал без задних ног. И не стыдно? И отпусти сушилку, наконец. Вот даже так. Заходила, значит. Вот кто в кружке спящих пионеров совращает. Хотя нет. Даже вроде поменьше была. Или мне показалось. Ну не целовать же теперь всех вожатых и пионерок. Подряд пока не найду знакомый вкус. Я перевел взгляд на Ульяну. Губы сжаты, подрагивают... Брови нахмуренные. В уголке глаз что-то блестит. Слеза что ли? Некрасиво вышло. Глуп, конечно, вроде и не виноват ни в чем. Но она, выглядела такой несчастной, что бросить ее один на один с мешком картошки я не смог. Я обернулась в вожата и вежливо возразил. Мне стыдно. Все утро работал, вот и уморился на жаре. Мику подтвердит, если сомневаетесь. А раз думаете, что работал мало, давайте Ульяне помогу. Да? А потом опять подеретесь и полстоловой разнесете. Вы же как кошка с собакой. Ульяна мгновенно оживилась. Ольга Дмитриевна, Ольга Дмитриевна, не оставляйте меня с ним. Он меня отшлепать грозился. Хорошо бы, тебе на пользу. Но сильно он добрый. Ладно, раз уж сам напросился, дуй. Переодевайся и я оставлю тебя старшим. Чистить ты умеешь? А то сыроежкин половину картошки на шелуху извел. Больше его сюда не пускаем. Справлюсь. Ольга просунула голову в окошко раздачи и крикнула. Натали, я тебе двух помощников оставлю. Посмотри за ними, ладно? Не этого синеглазого. Раздался приятный женский голос. Его сразу назад уводи. Я так картошки не напасусь. Не, новенького. Смотри построже, ладно? Да уж разберусь как-нибудь. Не маленькая. Повернувшись к нам, вожатая продолжила. А вы, сладкая парочка, бегом переодеваться и через 10 минут, чтобы были здесь. Если кто-нибудь потеряется, картошку чистить будете все равно. Но уже после отбоя. Я понятно объясняю? Так точно. Не потеряюсь. Понятно. Подтвердил я. Ну, вот хорошо. Пальцы поберегите, окей? Да, друзья мои попали. Ольга посмотрела на тарелки, потом на нас и вышла из столовой. Опять. Вздохнула Ульяна и убежала. Веселая история у нас получается. Кажется, картошку я буду чистить один. Как я вообще, вообще в это влип. Вообще. Интересно, Ульяна придет? То покраска, то картошка. Словно кто-то пытается отвлечь меня от поисков решения. Ульяна уже сидела на крыльце столовой и молча постукивала пальцами по какой-то жестянке. Покачивая головой в такт. Вернулся. Пошли. Ну, пошли. Тетя Наташа, мы вернулись. Ну, вот и молодцы. Сейчас подойду. Оу. А в первый момент я подумала, что из кухни вышла Славя. Даже собирался спросить, что она тут делает, но через секунду-две я понял, что ошибся. До сих пор я видел только одну повариху. Та была постарше, повнушительнее. И почему-то я был уверен, что она и есть та самая Наташа. Хозяйка кухни приветливо улыбнулась нам с Ульяной и пригласила следовать за собой. Ээээ, где тут вам мои помощники? Ну, пойдем. На ужин пюре будет. Надо картошку почистить. Что, Уля опять нашкодила? Угу. Повариха повернулась ко мне. Как на работу сюда ходит? Ни дня без приключений. Вот наш девиз. Да, Ульянка? Да я не специально, она как-то само... Развела руками Ульяна. Ну, ничего, ничего. Мне веселее, когда ты здесь. Да и Уля спокойнее, правильно? Ну, вот я... Вот вам орудие производства. Картошка в мешке. Ага, у нас нью айтем. Я с интересом посмотрела на устрашающую железку, которая нам не протянула. Больше всего она была похожа на помесь штык-ножа и пилы. А это что такое? Это картофелечистка? Это картофелечистка? И, как легко догадаться, картошку чистят. А я думал, лес валят. Шутник, я тебя здесь раньше не видела. Как тебя зовут? Семен, я новенький, на неделю позже приехал. Вот оно что, тогда понятно. Ну, давайте, работайте, я попозже подойду. Уля, по шкафам не лазь. Сладости все под замком. Все меня обижают. Один раз несчастную конфетку утащила, и все. Всю жизнь попрекать теперь будете. Ну, не раз, а три, и не конфетку, а пакет. А в остальном все верно. Я посмотрел на мешок с картошкой. Он выглядел очень большим. Ты ему глазки не строй, ты честь давай. Добрая Ульяна у нас. О. Сама она ловко срезала шелуху, молча с опят усердия. На меня смотрела, не смотрела, разговор не заводила, дула губки. Кажется, она переживала из-за своих скромных размеров, и сейчас была очень обижена. Мы молчали, скребя картофелины, наконец я нарушил тишину. Ульяна? Чего? Ты извини меня, пожалуйста. Я не хотел тебя обидеть. А я обиделась. Думать надо. Рыжая тяжело вздохнула. Может, помиримся? Ну, там, мирись, мирись, больше не дерись и все такое. Она посмотрела на часы. Рано. Еще минут пять подуюсь, подумаю, заслуживаешь ли прощения. А потом помириться можно. Раньше не солидно. Ух, какие мы принципиальные. Пять минут, ну хорошо, договорились. Время пошло. Медно-красная челка прикрывала обращенное вниз лицо, но я был почти уверен, что сейчас там промелькнула улыбка. Прошли пять минут, наверное. Пять минут протекли незаметно. Я демонстративно взглянула на часы на стене и прокашлялся. Время вышло. Какое время? А, ну да, ладно. Ты тоже извини, что так получилось. Не ушибся. Зайчики перед глазами не мелькали. Она озорно подмигнула, и я вспомнил зайчика и слегка смутился. Не, все нормально. Плохо. С картохой с этой репетиции... С картохой с этой репетицию пропущу. Ну, не помрут. Без меня поиграют. Собиралась сегодня вывалить ведро картошки, но не в этом смысле. Вывалить ведро картошки? Это про барабаны, так говорят, когда длинный быстрый кусок стучишь. На репетиции хотела отработать. Репетицию ты тоже музыцируешь? Ага, тут много музыкантов. Странно, а почему так? Че тут странного? У нас же школа не просто так, а с углубленным изучением музыки. Она поучительно подняла указательный палец. Вот много музыкантов и приехало. Видел ведь наш музыкальный кружок? Я вспомнил первый визит в музыкальный кружок и смущенно кивнул. Видел. Эээ, видел. Там же только арфы концертной нет. Я тут самая... Я тут сама впервые. Но вожатые говорили лагерь подш... А, подшефным музыкальному училищу. Вот оно как. Не знал. Ты откуда свалился-то, что не знаешь, куда попал? С луны, Уля. С луны. Раскусила ты меня, ведь я инопланетянин Кос-Палпатин. Замаскирован еще под простого пионера. Цель овладеть секретной технологией чистки картошки. Зачем, по-твоему, я тут сижу? Ульянка прыснула и вырунила недочищенную картофелину. Вот не надо мне тут. Лунатики должны быть серые, пучеглазые и с антеннами. Где там твои антенны? Замаскировал. Врешь ведь. А жалко. Я бы хотела на живого инопланетянина глянуть. В какие твои годы? Может, и слетаешь. Советская наука шагает вперед и все такое. Ульяна задумчиво заглянула на меня. Думаешь, они все-таки есть? Не знаю, не видел. В паранормальные вещи верю, например. Хотя это и глупо. А вот в инопланетян не очень. Паранормальные? Ульяна недоуменно посмотрела на меня. Наверное, это слово еще не мелькало по телевизору так часто. Я быстро поправился. Ну, сверхъестественные, чудеса там всякие, путешествия во времени, снежный человек, лохнесское чудовище и все такое. Веришь, потому что видел что-то? А ну-ка расскажи. Она оживленно заерзала. Нет. Вдруг очень захотелось рассказать ей про то, что где-то там есть автобус, который... Который то ли ас, то и карус. Про то, что можно заснуть в одном времени, очнуться в другом. Про то, как я увидела свое отражение в зеркале, помолодевшее на десяток лет. Ну, кто мне поверит-то? Скажешь, что я псих и убежит. Потому что я просто покачала головой. Просто фантастику люблю. Но хочу, чтобы они были. Так веселее. Вот и я тоже. Здорово. Слушай, Семен, а ты вот в привидение веришь? Ну, если ты не про страшилки из серии «Красная рука, черная простыня» и не про пиковую даму, то верь, наверное. Тогда слушай. Ты знаешь, что в совенке привидение есть? Первый раз слышу. Мы, когда только въехали, я слышала, как поварихи про черную вожатую говорили, что ее снова видели и все такое. Я лазила за кон... Эм... Ульяна осеклась. В смысле, случайно. Под окном сидела, подслушала. Случайно. Черная вожатая... Сразу вспомнились черный дембель, черный альпинист и черный замполит. Когда-то фильм ДМБ еще казался мне смешным. Да, так вот, слушай. Обычно ее только ночью видели. По определенным дням, а вчера она появилась прямо среди белого дня. И... И я хочу ее выследить. Четыре дня подряд ее видят на одном месте в одно и то же время. Только одна боюсь. Айти со мной никто не хочет. Девчонки говорят, что это я в сказки верю и что ничего там нет. Но если это не розыгрыш, пошли посмотрим. Никаких розыгрышей. Честная пионерская. Когда и куда? Ульяна стала объяснять. Я слушал и запоминал. Есть местечко, которое даже здесь считают паранормальным. То его нужно увидеть. А если есть, то его нужно увидеть. Вдруг удастся узнать хоть что-нибудь об этом странноватом лагере. А если это просто детская игра, ну что они мне сделают-то? Водой обольют. Запомнил? Вроде бы. Тогда давай чистим наперегонки. Кто последний, то три диска. Отлично. Слушайте, здорово. Время шло. Картошка в мешках убывала, а горка очищенная медленно, но верно росла. Когда осталось зачистить всего несколько штук, Наталья вернулась. Ну, как вы тут? Не устали? Не-не, уже закончили почти. Ульяна показала на кастрюле с очищенной картошкой. Как быстро-то. И шелуха тоненькая. Уля молодец. Хорошая невеста будешь. И ты, Семен, хорошо справился. Надо Олю попросить тебя почаще на кухню посылать. Не надо. Не понимаешь ты своего счастья. Вон с Ульяной будете тут каждый день. Смотри, красавица, хозяйственная. Не зевай, а то уведут. Ульяна отмахнулась. Не-не-не-не-не-не-не, не пойду я за Сеньку. Не хочу, он вредный. Я наигранно возмутился. Кто вредный? А ты тогда какая? Даже ссоритесь так мило. Ну, детки, вы заканчивайте картошку, да бегите гулять. Посуду мы сами помоем. Может, еще и на пляж успеете. Скажете Оле, что все сделали, и я вас отпустила. Рыжая непоседа просияла. Спасибо вам большущая. Сейчас закончим. Тетя Наташа, расскажите про черную вожатую. А ты-то откуда знаешь? Да, в прошлый раз, когда на картошку попала, слышала. Только не все. История не для детей. Эй, смотри, меня твоя вожатая потом заругает. Не-не-не-не-не, не заругает. Мы ей не скажем. Расскажите, ну пожалуйста. Повариха налила нам компот, присела на стул и принялась рассказывать. Ух ты, ребята, магия. Я эту историю услышала, когда в первый раз сюда приехала. Говорят, первый лагерь ведь в 60-х построили. На месте старого монастыря. Тут еще катакомба под ним. Там, говорят, бомбоубежище было, знаешь? И вот, как лагерь открыли, так на следующий год большой скандал был. Приехала сюда смена. Вожатая у нее девочка была. Валя, кажется. Только после педучилища лет 20 ей было. Очень красивая, говорят. А в отряде паренек был. Скрипач из семьи музыкантов. Ну, знаете, как оно бывает. Молодые, влюбились. Разница-то всего ничего. После отбоя она потом к этому своему скрипачу бегала. Отговаривали их. Мол, что делаете? Неприятности будут и все такое. Но она ни в какую. Ну и добегались. Мало того, что их на озере голышом застукали. Так еще и до родителей дошло. Ничего такого. Купались просто вместе. Но уже скандал. Директора сняли за аморалку. О парнише, родители чуть ли не союзной знаменитости. Сейчас-то про них не знают. А тогда фамилия на слуху была. Но мама с папой приехали, шум подняли, наговорили ей гадости. А когда сынок попробовал заступиться, папа ему по морде дал. Мамаша в обморок упала. А пока все ее откачивали, сынок тогда сбежал в лес и вожатая побежала за ним. Ответственность-то за пионеров с нее никто не снимал. Долго их не было. Уже милицию из города вызвали. Нашли только на утро. Она в вентиляцию в бомбоубежище провалилась, шею сломала. Скрипач-то крик услышал, полез ее спасать, а выбраться не смог. Так возле трупа всю ночь сидел. Вытащили, а он только молчал да хихикал. Говорят, не зажился после этого лета. То ли повесился, то ли из крыши прыгнул. Знаете, как бывает. Город небольшой, все друг други знают. Вот и мы через вожатую слышали. Брать не буду, не знаю точно. Так вот, с тех самых пор часто видят в лесу фигуру в белом с черными распущенными волосами. Вроде бы и не делает ничего, а встретить ее не к добру. Кто ногу потом сломал, от кого жена уходила, а кто-то и тонул. Вытащили, правда, но чудом. Потом уже лагерь решили сюда перенести. К озеру ближе и к шоссе. Но говорят, что привидение тут тоже роль сыграло. Верить в него по советской науке не полагается. Но если его видят, то будь ты хоть сто раз атеист, а страшно. Только в новом лагере она тоже появляется. Говорят, ищет себе нового жениха. И нет ее черной душе покоя. А если закроешь полнолуние дверь, то подойдет к спящему, поцелует и все. Считай, нет человека. А, если не закроешь. Электрик был у нас, Николаевич. Вот заодно зиму отощал и умер. Врачи так и не смогли понять, что случилось. Ой, ребята, крепота. Ульяна испугалась и притихла. Я отреагировал, как герой одного фильма, на аналогичную историю о черном дембеле. А именно, негромко буркнул. Лажа полная. Впрочем, очень тихо. Зачем обижать человека, который тебя отпускает вместо мытья посуды? Повариха посидела с нами еще немножко и вышла. О-о-о. Ульяна хитро улыбнулась. Ну что, страшная история? Да нет, не очень. Грустная скорее. Важал, вожатую жалко. Ну, тебя, скучный ты. Ну, извини уж, какой есть. Значит, пойдем искать черную вожатую. Не просто искать, Сема. Не просто искать. Вот, смотри. Анда стала из кармана несколько листов, вырванных из журнала. Я отчетливо представил себе, как Женя скрипнула зубами и издала негромкий рык, нависая над Ульяной. В загоголовых статьи гласил. Суеверие и мифы о привидениях. Всю статью смотреть не стал, но первые же слова первого же абзаца читались так. Разумеется, даже школьникам сейчас известно, что никаких привидений не бывает. Но в малообразованных слоях населения ходили самые разные... Здесь написано, как раньше отгоняли привидения. Уля, а тебя первые слова не смущают? Много они там знают у себя. Говорю тебе, я слышала, что четыре дня подряд она появляется. Ну, раз так, тогда, конечно. Давай, даже скорее всего. И ты хочешь его отогнать? Ну, сначала я так и хотела, но потом подумала, а вдруг это не призрак, а, скажем, вампир. Да неважно. Главное, нечисть серебра боится. Угу, и у тебя серебряное поле, конечно, есть в домике под подушкой. Не будь занудой. Вот, смотри. Она достала из кармана шорт бумажный сверток. А я свертка вилку. Она серебряная и острая. Дома стащила. Ну, зачем сразу стащила? Серебром воду дезинфицируют, я всегда в поход с собой беру. Вдруг заблужусь, из лужи пить придется. Еще у меня есть рыбацкая сеть и литр использованного фотофиксажа. Тут фотоклуб есть, только он пустой. И ничего более экзотического. Ну, там, цветы папоротника, змеиный глаз, кровь девственницы. Папоротник еще не цветет. Змею жалко. А кровь в свою возьми, если что. Задумчиво потянула она, а потом смутилась и ткнула в меня ногой в колено. Ну, тебя, ты о чем, кроме глупостей, думать можешь вообще? Полегче, рыжка, а то сама пойдешь свою вожатую ловить. И пойду. Кто ж тебя отпустит? А вдруг она настоящая, укусит тебя или утащит в специальный склад, где у нее хранятся маленькие девочки? Меня ж потом совесть-то замочит. Ну, ладно. Можешь мне помочь. А теперь главный вопрос нашей викторины. Проявитель-то тебе за каким лешим? Не проявитель, а фиксаж. Ну, это же серебро. Хотя и растворенное. А, вот оно как. Вот так-то. Химию знать надо. А зарядишь в водяной пистолет и будешь угрожать вампиру? Ой, ты тупой, Семенович. Я в нем сетку вымочила. Значит, сетка ее удержит. Да ты страшный человек. Хорошо, что я не твой враг. А то. Значит, накидываем сетку, а потом... И тут, как в низкопробном ужастике, по кухне раздался пронзительный вой, переходящий в стон. Ульянка пискнула и спряталась за меня. А я, отважно сжимая картофельчистку, отдирался по сторонам в поисках существа, которое этот страшный вой издавало. Смешно? Таки вы видели эту суровую советскую цельнометаллическую картофельчистку? Но же Рэмбо отдыхает в сторонке, плача от собственной неполноценности. Звук повторился снова и снова. Это еще что такое? П-п-п-привидение? Ульянка обхватила мою руку и мелко задрожала. Про свою грозную вилку, видимо, не вспомнила. Ага, оно тоже пришло картошку почистить. Услышала, как ты против его строишь заговор, обиделась и решила забрать тебя в мир призраков. Да не шути ты так. Звук отсюда. Где-то здесь, где вытяжка. А ну-ка, посмотрим. И правда Рёв шел из массивной железной воронки над плитой. Что бы это значило? Я подобрался поближе, заглянул вовнутрь. Ох, господи. А из-за тонкой сетки на меня смотрел печальные желтые глаза, обрамленные шерстью. Что за дела? Здесь что? И такое водится? Ну что там что? Не пойму. Мохнатое что-то здоровое. Кошка что ли? Я знаю. Это, наверное, кот с кухни. Только как он туда залез? С другой стороны, конечно, по трубе. Шел на запах котлета и застрял. И как его оттуда достать? Ты его спасать собрался? Ну так жалко ведь. Печку включат и задохнется. Пахнуть плохо будет. И правда, надо что-то делать. Знаю, придумала. Ульянка выскочила из кухни и вскоре вернулась с длинным тонким стальным тросом с ручкой на конце. Вот что нас спасет. Это то, что я думаю? Им же это, ну, говна в трубах проталкивают. Фу, что за слова? Да ты не бойся, он чистый. Им не пользовались, кажется. Кажется, это как-то настораживает. Ну ладно, Уля. Ты его тросом толкай. А ты? А я на крышу. Вентиляция туда ведет, наверное. Ты это, осторожней там. Мы что, на крышу сейчас полезем? По-моему, это не очень хорошо. Спасение пушистой скотины оказалось делом непростым. Мне пришлось лезть на крышу в столовую и снимать колпак вентиляции, пока Ульяна подталкивала кота тросиком для прочистки труб. Деваться ему было некуда, он полз назад-назад, пока не добрался до верха, где я грубо вытащила его за хвост. Кот был просто огромен. Неудивительно, что я его принял за неведомую лесную нечисть. Прекрасно. Хотя бы кота спасли. Эй, вы чего шумите? Грохот аж с улицы слышно. Да вот, услышали, как в трубе кто-то воет и... И... Вот думаю, что и... Ай, молодцы. Ну, такой героизм заслуживает награды. Сейчас, что тут у меня вкусненькое есть? Вот, держите. Что нам дали? За спасение котяры из плен поварихи примировали нас пакетом конфет, коробкой чая со слоном и маленькой банкой кофе. Спасибо. Ой, спасибочки, вы обращайтесь, если что. Мы с вами все правильно сделали. На пляж мы уже безнадежно опоздали, так что присели на лавочку и принялись делить трофеи. Уля подвинула ко мне кофе и чай. Забирай. Я такое не пью, а чая у нас в клубе много. А вот конфетки мне. Все по-честному. Мы делили апельсин, много наших полегло. А мне? Я тут здоровьем рисковал. А тебе в следующий раз. А если его не будет? Как же не будет? Обязательно будет. Вот денек пройдет, я тряпку валерьянкой намочу, в трубу закину. А он туда опять залезет. А тетя Наташа подумает, подумает и вспомнит, кто доставать котов умеет. И нас позовет. И опять конфетки много. Хитрый план. А тебе плохо не станет от сладкого в таких дозах? Дурилка, я же не для себя. Девчонки, мало того, что сами чай гоняют, так еще и угощают, кого попало. Особенно кое-кто. А потом складку на животе возьмет и давай ей причитать. Ох, 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 растолстела я. Ладно, ладно. Раз так, потерплю без сладкого. Меня такая дележка вполне устроила. Но я не удержался от искушения сделать грустное лицо и вздохнуть. С плохо скрываемым сожалению, Оля несколько раз перевела взгляд на конфеты и на меня, и обратно. После чего запустила петерню в пакет и отсыпала мне хорошую горсть. На, это тебе к чаю, а то заплачешь еще. Спасибо, Рыжик. Может, чай возьмешь все-таки? На здоровье. Не, чай и кофе забирай. И да, я жду тебя вечером. Это зачем? Ты что, забыл? Мы идем ловить черную вожатую. Я думал, ты шутишь. На заходе солнца. Ольге Дмитриевне, соври что-нибудь. О, ребята. До ужина оставалось всего ничего. Так что я быстро переоделся и ожидал сигнал уже в столовой. В первом подошли Славя и Мику. Семен, ты где пропадал? А правда, почему ты на пляж с нами не пошел? Сегодня весело было, и Ульянка тоже не пришла. Вы столько всего интересного пропустили. Сам жалею. Но мы немножко в столовой нахулиганили, и Ольга Дмитриевна оставила нас картошку чистить. Но у нас тоже много чего интересного было. Тут такое случилось. Да? И что же тут могло случиться? Картошка забавной формы. Ты и вдруг нахулиганил? Не верю. Ну, что случилось-то, расскажешь? А то Ульянка расскажет, конечно. А она все же приврет наполовину. А то есть она... Ну, то есть она не совсем врет. Она сочиняет. А я потом сижу и думаю, что в заправду было, а что она сочиняла. Конечно, расскажу. Только пойдемте сядем, а то все места разберут. Ого, сколько народу. Мы заняли свободный столик, и я принялся рассказывать. Но сидим мы, про привидение разговариваем, как вдруг... Так это не привидение, а кот был. Бедный котик. В трубу упал, проволокой пугали, за хвост таскали. Вот завтра, если рыба будет на завтрак, я ему свою рыбку отдам. Я бы и сегодня отдала. Но котлета такая вкусная. Да и съела уже почти. Не стоит. Его повара и так закормили. Для снятия стресса. Лучше сама съешь. Я ее все равно не люблю. Моя мама еще дразнит, что меня на границе подменили. Японские девчонки должны рыбу любить. А папа защищает, говорит, что я в него пошла. А он рыбу тоже не ест почти. Лучше... Пусть лучше кот порадуется. А я Ульянку с конфетами встретила. Думала, она стащила. Она сказала, что ей на кухне дали. За спасение кота. Думала, сочиняет. Хотела уже отбирать идти. Нет-нет. Честно, заработала. Ну, раз так, то, конечно, мы молодцы. Вечером, раздобыв уже не томик, у Генри я повалился на койку, ожидая отбоя. О, а вот уже истемнело. Причем совсем. Ольга Дмитриевна пришла довольно поздно. Тут же без сил опустилась на стул. Находились сегодня? Ох, находились. Не люблю отряд на пляж водить. За вами же глаз да глаз нужен. Ладно, хоть Ульянка с нами не пошла, а то вообще был бы тихий ужас. То лифчик с Леной сорвет, то сережки на одежду в песок закопают. Одна сплошная неприятность. Сочувствую. Сильно устали? Да ничего, сейчас полежу немного, а там хоть на танцы. Вы там как с Улей не подрались? Не-не, все хорошо. Помирились, поболтали, картошку почистили, страшилки рассказывали. Все спокойно прошло. Труд он, знаете, облагораживает. Думаешь? Тогда я аристократкой стану. Так, писать отчет у меня точно сил нет. Я, наверное, на сегодня выпаду в осадок. Завтра, если увидишь, что будильник под подушку, прячу и дальше сплю. Растолкай меня, хорошо? Будет исполнено. Ведро холодной воды принести сразу? Какой ты мстительный-то оказывается. Ну неси, раз совести нет. Совесть? Совесть. Совесть. Надо глянуть, положено ли мне ее иметь. Раньше не выдавали. Ха-ха. Это забавно. Ребята, совсем стемнело что-то. Еще немного поболтав, мы стали готовиться ко сну. Переодеваться, конечно, было не слишком удобно, когда в комнате особо другого пола. Солнце напоследок облило красноватым светом сосны вокруг лагеря и скрылось из виду. Пора было собираться на охоту за привидениями. Не то, чтобы я допускал возможность их существования, но не верил, что увижу именно здесь и сегодня. Хотя, провалившись во времени на треть века, причем, судя по всему, еще и попав в какое-то не свое прошлое, помолодев на несколько лет, заявлять вот так, что чего-то не бывает, по меньшей мере глупо. Будем посмотреть, как говорил какой-то киногерой. Может, привидения реально существуют, радостно возьмет меня за ручку и отведет к дверям в свой мир? Главное, Ульянку к нему не подпускать. Вдруг оно не любит, когда его ловят в сеть и колют вилкой? Свет уже был потушен, Ольга посапывала в кровати, а я сидел и смотрел на луну. Полнолуние, кстати. Истории про привидения меня никогда особо не интересовали, но, кажется, сейчас любимая лунная фаза для всякой нечисти. Бледный, голубоватый свет придавал какой-то потусторонний вид самым обычным вещам. Бу! Это у нас, по-моему, уже что-то кидают. В окно прилетел камушек, затем еще один, и еще. Ольга заворочилась, привстала. Семен, ну выйди уже, спроси, кто там. Тебе ведь пришли. Почему сразу ко мне? Если бы ко мне, то в дверь бы постучали. Иди уже, только из лагеря не уходите. Что, девочку уже нашел? Это хорошо, только без глупостей, смотрите. Мне беременные пионерки в отряде не нужны. Ольга Дмитриевна, вот вы сейчас о чем вообще? Не знаю, кто там, но ничего такого мы делать не будем. А такое никогда не замышляют, оно само происходит. Ну-ну, дуй уже. Доброй ночи, Ромео. Дайте тете Оле поспать, наконец-то. А если что, я тебя накажу. Только потом. Ольга зарылась головой в подушку и засопела. Че-то мне становится страшно, друзья мои. Наскоро натянув спортивный костюм, я выскользнула с домика. Ульяна нетерпеливо переминалась с ноги на ногу. А вот, ребята, интригу я хочу оставить на следующую серию. Я знаю, что вам интересно, что будет дальше. Мне самой интересно, что будет дальше. Найдут ли они призрака или нет. Хотя мне кажется, что, в принципе, это могло бы произойти. Хотя, скорее всего, не знаю. Не знаю, не будем гадать. Если, друзья мои, вы хотите как можно скорее узнать, что будет в следующей серии, обязательно ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Увидимся очень-очень скоро. Хорошего настроения и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok